Слушайте, вот на это сообщение, когда наткнулся, я на самом деле долго не понимал смеяться или плакать, потому что, ну потому что это верх абсурда, давайте зачитаю, в Томске будут использовать церковные колокола для оповещения жителей в экстремальных ситуациях. Я не шучу и не стебусь, ребята, об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Ратнер. Между городскими властями и местной епархией заключены соответствующие договоренности. Планируется также проведение учений, чтобы жители научились отличать церковный звон от звука средств экстренного оповещения. Чего? Вот моя реакция была примерно такой же. Слушайте, мы с вами вроде в 21 веке живем, нет? Блин, почему мы тогда с завидным постоянством наблюдаем вот это средневековье? То, как попы изгоняют коронавирус при помощи крестных ходов, или как те же попы летают над горящими лесами Сибири и машут кодилам пожар, прекратись. Сейчас вот оповещать нас об экстренных ситуациях собрались при помощи колокольного звона. Мы в какую сторону движемся-то? Весь мир по пути развития технического прогресса идет, а мы к истокам решили вернуться к приматам. У вас там затемнение, у вас там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Сейчас остановимся на ООНом подробнее, начиная. Ну а сказать хотел не об этом, я тут как-то вспомнил совершенно случайно, что примерно с середины десятой МЧС России активно занималась продвижением в массы системы безопасный город, чтобы не быть голословным, зачитаю информацию. С официального сайта ведомства это комплекс систем управления рисками. Это стремление государства обеспечить жизнедеятельность населения всесторонней защитой прежде всего. От потенциальных внешних угроз, природных, техногенных, социально-биологических, экологических, криминальных и прочих. Проект общий федеральный. Концепция его построения и развития утверждена распоряжением правительства России в декабре 2014-го. Вот это не честно по отношению к людям. Но делать это, конечно, нужно. Нужно думать над тем, как к этому подойти. Пропагандисты из трусов выпрыгивали, рассказывая на перегонки, как и где эта система уже внедряется. И насколько классно она себя зарекомендовала. Пожалуйста, сюжет Сахалинского ОТВ май 2021-го года. Безопасный город растет не только количественно, но и качественно. Выше становится разрешение видео, появляются новые функции. Сейчас на многих подъездах устанавливают видеонаблюдение. И скоро жители смогут смотреть на свой двор прямо через смартфон хоть с другого конца света. И запрашивать видео, если случилось какое-то происшествие. Именно эта система работала, когда многим следовало соблюдать коронавирусный карантин. Вышел из дома без разрешения, вернулся, камера тебя познала и сразу сообщила, куда надо. Разрешение отличное. Система распознавания лиц работает хорошо, даже если ты прикрываешь лицо. Да-да. Еще раз, систему отстраивали по всей России с 14-го. Ухлопали на это кучу бюджетных денег. Вот цифры. 97 миллиардов потрачено на создание инфраструктуры. Еще по 3 миллиарда выделили каждому региону в среднем на видеонаблюдение и внедрение технологии. А сейчас, когда вопрос безопасности действительно возник и висит, да мокловым мечом нам рассказывают, как нас будут оповещать об опасности при помощи церковных колоколов. Вы что, с ума сошли? Даже здесь умудрились все украсть или нам про этот безопасный город тупо врали, как про импортозамещение. Это реальная журналистика. Вот зла, правда, не хватает. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Ну и к топовой теме недели, наверное, в Екатеринбурге задержан общественный деятель, экс-глава города и бывший депутат Государственной Думы Евгений Ройзман. Человек-рейтинг, доверие к которому, ну, можно сказать, один из самых высоких в стране, несмотря на то, что это региональный политик. Человека знают и уважают, в том числе за пределами Уральского хребта и даже за рубежом. Официально задержались за дискредитацию вооруженных сил. Ну, у нас сейчас одна статья для всех несогласных с политикой партии. В реале, думаю, что вот за это как раз и поплатился за то, что рейтинг доверия у мужика один из самых высоких в стране. Причем загробастали, как обычно, в 5 утра показательно под камеры. С масками шоу, как матерого уголовника какого-то. Зачем это надо было делать? Для меня, если честно, непонятно. Я с Ройзманом пересекался неоднократно, он производит впечатление вполне себя адекватного мужика. На труса тоже не похож. Уверен, пригласили бы повесткой. Человек бы сам пришел вот безо всего этого. Хотя там дальше еще смешнее было. Затей ли за каким-то хреном обыски? За каким? Вы же его в дискредитации армии обвинить намереваетесь в распространении фейках о вооруженных силах? Да что вы искали? А они ведь нашли. Мы еще, кстати, с утра шутили в Телеграме, мол, визитку Яроша ищут, наверное. А может быть, Майн Камп? К обеду. Про кремлевская помойка Урару опубликовала. Ребята действительно нашли визитку. Правда, не Яроша, готовы. Вот она. И это карточка бывшего главы СБУ Игоря Смешко. Ой, ну не клоун, а. Кого эти ребята себе в пиарщики нанимают? Реально, что ли, сумасшедших? Из дому в печали? А впрочем, ну мы же с вами живем в стране, где здравый смысл полностью отсутствует. Весь этот концерт, вероятно, на дураков рассчитан. Благо, дураков на России хватает. Один только полоумный Соловьев, чего стоит. Да и все его адепты, если честно. Уральская общественница Екатерина Ипатова пишет. Ройзман долго глумился над нами, поддерживал террористов из батальона Азов, запрещенного в России. Донбасс оскорблял и унижал граждан России, разводил антироссийскую деятельность. У него прошел обыск. Вот ребята из Ураллайф об этом много и подробно пишут. Вот такие фотографии, в чьих интересах работал Ройзман. У него богатая история отношений с Западом, но он ее никогда не скрывал. Он, пожалуй, наоборот, этим гордился. Так что здесь никаких иллюзий, конечно, нет и быть не может. Бог с ним, шутки в сторону. Я, если честно, не знаю, что там за уральская общественница такая, на которую ссылалась вот эта Мурло. Впервые про нее слышу. Не удивлюсь, что просто чья-то дочурка или любовница нараспиле. Но чем Ройзман занимался, рассказать могу. Лично я про этого человека впервые услышал в конце 90-х. Тогда Екатеринбург, как и вся Россия, переживал бум в прямом смысле засилия наркоманов. Это была настоящая беда. Помню, мы с женой по молодости снимали квартиру в одном из отдаленных районов. Эти твари у нас в подъезде торчали пачками. Человек по пять. Бывали ситуации, когда я задерживался на работе. Жена мне звонила и говорила, Саш, я не знаю, что делать. Там опять полный подъезд упырей. Я боюсь идти домой. У родителей оставалось ночевать, если я не мог вырваться. Представляете, домой человек попасть не мог к себе домой. Из-за обколотых мразей. Местное отделение УВД, жители района буквально заваливали жалобами. Но менты ничего не могли сделать. Да, они проводили рейды. Через пару дней эти скоты снова тусовались в нашем подъезде и пугали жильцов. Однажды на дверях появилась записка. Просто на тетрадном листочке, написанная от руки со следующим текстом. Наркоманы, если вы будете колоться в этом подъезде, я вам переломаю руки и ноги. Подпись кабанов Вара Фройзман. Но это сооснователи фонда город без наркотиков. Ребята, как сдуло. Я больше торчков у нас не видел. Вот, пожалуйста, один из примеров, чем Ройзман занимался. Понятно, что вот этот толстомордый негодяй, он не знает, что это за беда такая наркомана. Ну потому что всю жизнь за украденные у народа деньги прятался за высокими заборами и ходит с охраной пруфов. Никаких он тоже предъявить общественности не в состоянии, кроме каких-то там левых фотографий. Но вот сейчас очень хочется повториться, как в одном из предыдущих выпусков, где говорила Чулпан Хаматовой. Вы сперва сделайте для своей страны, для своего региона, для своего города хотя бы часть того, что делают люди вроде Ройзмана. А потом тявкайте. Да и военнослужащим, кстати, этот мужик очень много помогал. А на самом деле история-то печальная. Знаете, что обидно больше всего? А ведь за Ройзмана до сих пор никто не вступился. Хотя у него куча друзей, куча знакомых. Человек долгое время возглавлял справедливую Россию в регионе на минуточку. Кроме одного единственного куевышева, с которым они всегда были в контрах. У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. Но и как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит. Ну и конечно же, не могу не сказать его музей Невьянской иконы, который он создал. Я рассчитываю на то, что этот музей удастся сохранить, и он будет работать. Вот это поворот! Вот и думаете. Ладно, к теме мы еще и вернемся. Дело громкое. К тому же, попахивает заказом и даже беспределом. А это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Они помогают продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова